добрый день дорогие друзья с вами компания про тюнинг автосалон и меня зовут игорь сегодня у нас на обзоре mercedes g-class 63 самый мощный самый известный вы все уже много раз видели эту машину но у нас есть кое-что интересное что мы можем здесь показать потому что это необычный гелендваген и так приступаем к обзору давайте посмотрим что же это за машина вот сейчас будут первые эмоции от человека который никогда еще не катался на гелендвагене это мой первый раз так скажем во первых что сразу ощущается то что машина равная как бы это странно не звучало но поведение и и на дороге немножко даже помягче на удивление чем на других каких-то кроссоверов понятное дело что у нас здесь да из-за того что машина равная тяжелая высокая возникают некоторые нюансы по управлению по рулежке машины плюс у нас здесь стоит длинная рейка четыре оборота если не ошибаюсь тоже как бы немножко нужно привыкать ну это гелендваген его все любят не за это но в плане комфорта пока что в принципе очень даже достойно и интересно так вот зачем покупают 63 самый мощный гелендваген вот зачем то как эта машина едет да тут не будет у вас каких-то супер цифр разгон до 100 с 0 до 100 у машины за 5 и 4 но какие эмоции она при этом дает во первых звук выхлопа настоящий породистый 63 двигатель 5 5 объемом здесь установлен как он звучит это просто ни с чем не сравнится и то как машина начинает разгоняться если многие современные автомобили едут при нажатии педали газа в пол резко не как бы берут вас у вас так прям аккуратненько и несут вперед очень быстро так вот тут сделано все по-другому машина просто моментально начинает ехать у вас нет такого плавного ощущения резкого разгона этот разгон он просто моментально прилетает сзади машины как будто прям толчок у это получает и сразу устремляется вперед опять же до цифры тут не самые быстрые 5 1 достану самое главное здесь это эмоции которые вы испытываете в салоне этой машины это стоит того действительно еще одной фишкой гелик является то что вы видите сидя за рулем либо пассажир спереди сидит сразу видно капот машины вот эти вот клыки которые у нас стоят сверху на крыльях во первых понятно габариты машины прям точно я вижу где она заканчивается ну и плюс ты едешь высоко как бы над всем потоком выше наверно 90 процентов всех автомобилей которые у нас встречаются на дорогах а это значит это безопасно плюс машина у нас рано если вдруг будет какой-то боковой удар то гендвагене это будет не так печально как могло бы быть в какой-нибудь маленькой миниатюрной машине и еще хочется сказать отдельно про кожу которая у нас салоне во-первых все пошито максимально ровно все знают что mercedes какое-то время страдал тем что салона подшиты не в самом лучшем качестве здесь же такого абсолютно нет что на руле на дверных картах на пропизе общем куда ни посмотри на строчку везде все сделано очень ровно и классно прям очень приятно и еще кожа сама по себе как будто бы даже покачанее чем современных современных машинах особенно после того как поездить на многих современных машинах будь то европейцы американцы китайцы нынешние не скажу что там плохая кожа то в принципе достойные хорошие материалы но здесь чувствуется что еще даже более качественно все выполнено очень приятно в общем контактировать с этой кожи очень мягкая нежная ну прям на уровне еще пару слов про эргономику салона во-первых руль и сиденье если начинать с руля у нас он анатомической формы снизу у нас есть такие косточки специальные под руки чтобы было более удобно приятно держать руль сверху под пальцы у нас есть места в общем ехать удобно и плюс у нашу сверху снизу карбоновая вставка ну прям видно что это дорогие материалы роскошные очень приятно вот находиться вокруг всего этого и сиденье которое у нас здесь естественно с большим количеством регулировок у нас сиденье вредители с памятью под трех пассажиров тут же у нас есть боковые подкачки очень удобно на самом деле потому что ну вот при моем телосложении некоторые сидушки для меня слишком широкий вот здесь же я настроил все под себя я даже никуда не абсолютно не двигаюсь в этом сиденье и прям очень уверенно сижу понятное дело да что в гильдвагене наверное последнее что хочется делать это испытывать боковые перегрузки входя очень быстро поворот но при этом все равно это добавляет очень много комфорта и ехать гораздо приятнее на далекие расстояния и так что же у нас необычного в этом гильдвагене а она у нас вот прям здесь собственно находится это дорестовый g-class который мы переодели сделали рестайлинг самый последний кузов 463 а что у нас было заменено на этой машине ну в принципе вот если грубо то вот отсюда и все что у нас идет вперед в плане кузовных панелей все новое капот крылья расширители арок передний бампер маски фар сами фары тоже новый стильного гриндвагена решетка радиатора и ее рамка и естественно поворотники у нас тоже от нового гриндвагена все это встает в принципе болт он это сделано было в нашем тюнинг-центре про тюнинг компани и у нас уже достаточно большой опыт работы с гриндвагенами наф именно в плане их рестайлинга уже много машин сделали можете обратить внимание по зазорам все встает идеально ровненько так как оно и должно быть и ни к чему глаз у нас здесь не цепляется дополнительно чтобы машину защитить мы оклеили ее еще и в прозрачную глянцевую пленку полиуретановую ну как я всегда говорю что у нас на дороге всегда встречаются различные явления которые могут повлиять на окрашенное покрытие камушки пескоструй песок мошкара по трассе мелкие притертости и так далее от всего этого защищает полиуретановая пленка особенно кстати на этой машине так как она черного цвета все мы знаем что черная машина очень сильно имеют свойства царапаться постоянно от моек от просто прикосновение к ним вот как раз таки от этого и дополнительно еще защищает это самая пленка потому что она имеет свойства регенерации так скажем при высокой температуре допустим летом машина ставили где-нибудь на парковке под солнышком пленка нагрелась и сама затянула царапины тоже приятный бонус переходим далее по саму автомобиль ну так это гелендваген который уже все много раз видели тут все уже знакомо вот эти вот каноничные ручки с кнопкой на которую нужно нажать особенно то кто как закрывается эта дверь что нужно прям сильно ее ударить чтобы она точно закрылась это те самые особенности гелендвагена за которые его так все любят это брутальность настоящая по автомобилю далее видите у нас сделан полный антихрон все что было серебристая хромированная завода у нас теперь стало черное шилье ки на крыльях в 8 битурбо спереди на капоте у нас находится она решит радиатора прицел mercedes он тоже у нас сделан полностью черного глянца все вставки в черном глянце и так далее пороги дополнительно были окрашены в черный цвет так как завода они у нас идут ну просто голый металл как шлифованный алюминий все эти пороги снимается разбираются красятся в порошковую краску потому что она лучше всего у нас защищает от появления царапин все эти элементы как на дисках используется порошковая краска на суппортах и так далее здесь у нас тоже самое сделано кстати пороги тоже были заменены от нового g-класс переходим теперь далее в заднюю часть там тоже есть элементы которые мы заменили задней части автомобиля у нас были заменены несколько элементов это фонари от рестайлинга установлены и новый бампер машина смотрится в общем такой вот собранный как будто бы на самом деле это рестайлинговый g63 ну естественно тоже у нас задние расширители арок тоже были заменены на новый от рестайлинга дополнительно как можете заметить мы окрасили даже кожух запасного колеса в черный глянец потому что завода он там идет такой серебристый просто голый металл ну тоже он бы очень сильная сей картин у нас выделялся вот можете обратить внимание что шильдик черный глянец кожух черный глянец здесь у нас вставка и логотип мерседеса все в черном цвете машина смотрится максимально брутально именно так как и должен смотреться настоящий 63 гильдваген переходим далее колеса на машине стоят в двадцать первом размере это оригинальные диски mercedes как видите окрашены в черный мат плюс у нас есть такой вот кантик полированный на лицевой части что визуально увеличивает колеса за ними находится спортивная тормозная система это штатные тормоза от 63 гильдвагена диски у нас с перфорацией с насечками для лучшего отвода колодочной пыли чтобы тормоза были более эффективными и мощный красный суппорт с логотипом амг в котором у нас 6 поршней в общем такая система достаточно хорошо останавливает автомобили в абсолютно разных ситуациях самые внимательные наверное заметили серебристые насадки выхлопа когда я рассказывал про то что мы здесь везде сделали антихром да это единственное место где его нет потому что есть на то причины у гильдвагена очень короткий выхлоп он выходит прямо в порог и в купе с мотором 5 и 5 литра 63 версия который выдает больше 500 лошадиных сил выхлоп у нас очень сильно разогревается и в этом месте температура достигается слишком высокая для того чтобы ее можно было окрасить этот элемент как мы часто делаем порошковый крас который в принципе на других автомобилях держится нормально никаких проблем с ней не возникает здесь же уже проверено что порошковая краска не держится на гильдвагенах буквально но до полугода максимум потом она облезает и нужно снова перекрашивать поэтому для практичности решили оставить все-таки насадки выхлопа с обоих сторон в заводском исполнении добавим еще немного про салон про рули сидений вам уже рассказывал еще хочется дополнить по поводу сидений то как они исполнены в плане дизайна очень интересно сделано у нас строчка ромбиком плюс перфорация на спинке и на нижней части сидения а по бокам кожа стилизованная под карбон так как у нас карбон на руле сверху снизу к я говорил на центральной консоли сверху снизу тоже имеется у переднего пассажира на ручке также вставка из карбона еще стилизация карбона у нас есть на дверных картах тоже такая же кожа как была у нас на боковых частях сидения которая стилизована под карбон и еще один на материал который здесь используется кроме карбона и кожи это alcantara весь потолок у нас перешит в alcantara в общем приятно находиться салоне в котором используются очень дорогие роскошные материалы приборная панель у нас классическая механическая слева спидометр справа тахометр и по центр находится дополнительный экран led на котором отображается вся необходимая информация на самом деле все самое нужное здесь сразу есть можно посмотреть включить отдельное меню с температурой охлаждающей жидкости двигателя температура масла и температура масла в коробке то есть все необходимые параметры для того чтобы ездить быстро и при этом не травмировать так скажем автомобиль здесь у нас уже завода зашита далее переходим к мультимедиа системе она у нас здесь как будто бы заводская завода на единственное было чуть-чуть буквально поменьше экран не такой широкий как у нас здесь установлен потому что мы ее заменили это магнитола на андроиде в которой есть все приложения которые могут быть у вас телефоне допустим яндекс навигатор вы сюда можете скачать youtube например да даже в отца в принципе можно сюда поставить и всем этим пользоваться но что самое главное что в этой же магнитоле у нас сохраняется штатное заводское меню то есть путем нажатия кнопок мы можем повернуться на свое меню мерседеса и пользоваться как будто бы в автомобиле это все установлено с завода но очень интересно сделано что у нас и экран больше расширенный функционал плюс это все в дизайне mercedes но я думаю лучше наверное уже быть не может прям то что нужно снизу ну классический уже в принципе думаю все знают что у нас находится в салоне же класса это три кнопки переключения режимов блокировок межосевой блокировки переднего дифференциала заднего дифференциала ну кстати вот лельцы mercedes и гриндвагена я думаю наверное никогда не пользуются этими функциями потому что чаще всего мало кто заезжает в такие места где бывает сложно выбраться без блокировок но при этом такая функция есть очень приятно снизу находится большое количество кнопок управления радио телефоном то есть прямо отсюда это все можно делать под ними также кнопки выведены под включение выключения подогрева и вентиляции передних сидений кнопка аварийки но опять же у нас современная тенденция такая пошла все зашивать в экран убирать кнопки из салона иногда даже кнопку аварийки ставят у нас сенсорную что бывает много неудобно тут же все классически на стандартных механических кнопок в общем все удобно и понятно и в самом низу находится отдельный блок комфорта так скажем которым на котором мы управляем всем климат-контролем в автомобиле снизу у нас еще небольшой кармашек ну кто-то может быть будет использовать как пепельницу но я думаю навряд ли но это вообще у нас отсек под мелкие вещи мелочница так скажем рычаг переключения передач вот что мне нравится в этом автомобиле один из элементов самых таких красивых потому что у нас сверху имеется такая вставка из черной натуральной кожи на которой тиснением выбит логотип а мг очень классно плюс вокруг у нас все в серебристых таких матовых элементах но в общем смотрится очень контрастно и еще один элемент управления это шайба который находится прямо сразу после подлокотника она у нас управляет мультимедиа системы причем кстати те же самые меню которые у нас на андроиде они же управляются с этого джойстика то есть он еще и привязан к андроиду тоже очень приятно что до установленный элемент может контактировать по штатному с остальными органами управления то есть и на руле у нас кнопки также которые идут переключение громкости они связаны с магнитолой и шайба под рукой водителя тоже у нас связано с мультимедиа системой далее идет заглушка прикуривателя подлокотник не сильно большой но там у нас находится еще и гнездо usb 2.0 стандартная для зарядки ваших девайсов и то что делает эту машину то что отличает эту машину от всех остальных нынешних современных автомобилей то что делает и настоящий такой брутальный это ручной тормоз который вот у нас раньше был на всех машинах мы его прям поднимаем чтобы машину поставить на стоянку нет никаких кнопок стандартных как сейчас на современных мерседесах где вы нажимаете просто у нас электро ручник натягивается все на механике так как она и должно быть в этом g-class еще хочется добавить про салон с места переднего пассажира что у нас здесь есть интересно то что нужно посмотреть во первых это подстаканник такой вот сеточкой тут же у нас под левой ногой находится прикуриватель заглушка прикуривателя которую можем подсоединить зарядку для ваших устройств снизу еще одна сеточка и самое наверное интересно если мы раскладываем бардачок то у нас здесь есть две такие выемки то есть можно прям поставить сюда напитки и спокойно здесь перекусить пользуясь таким вот небольшим столиком в общем функционально здесь у нас присутствует и также у нас в машине установлена музыка harman kardon значит качество звучания здесь будет прям на высоте что можно еще сказать про задний ряд сидений в g63 во-первых сам за собой сейчас сижу специально сиденье двигал место в ногах еще немножко остается но я думаю все знают что глинтваген это не сильно просторная машина на заднем ряду что у нас здесь есть еще из удобств это два подстаканника снизу на полу стоят разъем прикуривателя то чтобы вы могли зарядить свои устройства которые перевозите с собой и подогрев задних сидений немного про плавность хода мы сейчас едем по дороге ну далеко не самого лучшего качества до асфальта у нас тут много очень трещин ямок и так далее просто я говорил до машина все-таки чувствуется рамная ты как бы сидишь сверху прям на этом то есть нет такой прям четкой связи с рулем как на стандартной машине но при этом все равно ямки она отрабатывает достаточно неплохо то есть да кто-то скажет что там гелик допустим жестковатые некомфортные и так далее но в принципе в сравнении с другими кроссоверами этих же размеров можно сказать что он даже будет помягче чем свои конкуренты в салоне на ходу здесь на самом деле точно тихо на удивление я думаю что эта машина будет громче но с комфортом можно перемещаться но если что опять же у нас есть большой опыт работы по шумоизоляции с этими машинами уже делали это много раз и в принципе становится еще даже лучше единственное что не хватает тоже наверное вопрос не к доработкам а больше к заводским решениям это двойных стекол которые могли бы еще лучше отражать все шумы которые у нас доносятся с улицы под капотом у нас находится как я уже и говорил бензиновый двигатель объемом 5 и 5 литра это в 8 естественно мощностью 571 лошадиная сила и судя по табличке которая у нас находится прямо по центру крышки декоративной мотор собирал марио фишер это фишка mercedes показывать кто собирал этот двигатель так сказать просто выделяя их на фоне остальных автомобилей которые у нас остаются безымянными их двигателем остаются безымянными мотор это работает на скупе с автоматической коробкой передач 7-ступенчатая это классический автомат естественно на полном приводе это же гиринтваген у нас два моста спереди раздатка также посередине стоит но в общем как я уже и говорил как и мы вам показывали до этого машина едет очень весело вызывает эмоции вы точно не останетесь равнодушными и вот так получается что гиринтваген это особенный автомобиль который стоит как бы отдельно от всего автомобильного мира потому что машина получилась очень такая противоречивая необычная с какой-то стороны и этим как раз таки она и прекрасно а мы сюда добавили еще и изюминку в виде всех доработок и придание этом автомобилю более современного свежего внешнего вида этот g63 стоит в нашем мотосалоне про тюнинг прямо здесь по адресу город краснодар улица российская 263 и цена на эту машину 8 миллионов 700 тысяч рублей так что можете приезжать и приобретали прекрасный автомобиль не забывайте подписываться на наш телеграм-канал потому что там выходят все обновления по автомобилям которые у нас идут в пути наши автосалоны плюс машины которые в наличии также мы укладываем последние новости туда в общем заходите там очень интересно не забывайте подписываться на наш youtube канал на котором выходит этот ролик обязательно ставьте лайки и пишите комментарии как вам этот автомобиль